Здарова народ! Сегодня я буду делать щит викингов, с которым мы обычно выходим в бугурты. Это конечно будет подробный и поэтапный разбор, как сделать боевой щит. В основном видео заточено для новичков. Те кто уже знает и умеет делать эти щиты и уже ознакомлены с этим, могут смело отключать этот видос. Я буду освещать основные моменты в самом ролике, ну а сейчас пока буду вещать за кадром. Значит тут не так давно мне попалась статейка в нете по поводу щитов викингов. Обнаружилось много нюансов, такие как в центре было 8 мм по краям, 4 линзовидные, которых я рассказывал как-то, когда по-моему делал тренировочные щиты. Ну ладно, опустим эти нюансы. Я попробую сделать такой щит, когда у меня будут все компоненты создать такой щит. А сейчас, в данный момент, у меня конечно возникает много сомнений, что такой щит может пережить хотя бы один фестиваль нормальный. То есть если с таким щитом выйти, какой накопали и рассматривать сейчас по статьям, в бугурт я чувствую, такой щит не переживет, наверное, такого натиска, который бывает на фестивалях. Так что я буду рассказывать и показывать вам в основном про щит, который я делаю и который будет служить не один фестиваль. Ну а делаю я его для того, чтобы он висел у нас в музее как образец. Матбаза, так скажем. Начну с того, что мной был заготовлен набор досок и из него я выпилил круг диаметром 80 см. Я надеюсь, это не надо показывать, освещать, как эти все доски подгоняются. Это в принципе и так все ясно тут. И этот круг я в дальнейшем приклею к вымешковине, ну или можно кольну. Ну, конечно, в натуражку использовалась кожа, но в данный момент кожи у меня нет и я использовал то, что у меня было под рукой. А было у меня мешковина и уже остальное вы увидите в ролике, как я уже буду останавливаться и рассказывать более подробно на каких-то мелочах, нюансах, как это все остальное делать. Ну что ж, смотрите, смотрите и пробуйте. Всем творчества и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что хочу сказать по поводу щита. Значит, сейчас я в центре ручку посадил на кожаные шнурки, но смысл какой? Если кому будет интересно, погуглите и почитайте про щиты викингов. А ручки приклепывались к доскам и еще дополнительно украшались сверху чеканкой. Вот, не знаю, может быть, даже литьем, как бы, тут вопрос такой, что, ну, короче, не знаю, были ли это боевые на самом деле щиты, нет, может быть, какие-то церемониальные, вот, чтобы в могилу их положить, как говорится, там, ярлу. Вот, ну, так вот, в данный момент, например, он будет висеть у нас в музее этот щит, вот, я прошелся именно кожаным шнурком, вот, соединил его здесь пока. Поверхность это лен, вот, ну, либо обычная мешковина, ну, как тот же лен, просто фракция у него крупная, вот, значит, прошелся, в дальнейшем будет ложиться рисунок и уже потом буду делать кант, кант щита уже соединять и бомбон. Так что, все впереди, еще вот мумбон, поставим мумбон, и уже сделаем махантовку, и будет наноситься рисунок. Ну, этот щит я делаю в основном для того, чтобы он лежал, лежал, а висел в музее, он будет красивый, просто показываться о том, что вот такие щиты были. В основном такие щиты были разных диаметров, все делалось персонально, индивидуально для каждого воина, вот, так же все раскрашивалось. Ну, источники по поводу этого всего есть, по поводу краски, по поводу обтягивания, только в основном использовалось, так, как я говорю, у нас проблема в городе с кожей, вот, в основном использовалось что? Покрывался сверху кожей, даже вот щит, который был в Отлане, по-моему, найден, если я не ошибаюсь, в болоте. У него даже под щитом была трава, то есть щит пришивался, он как бы тут по периметру кожей пришивался к доскам, и внутри была трава. Есть, ну, версии разные, не знаю, существует. Кто-то говорит, просто упал щит, и в свое время через него, через внутрь под кожей проросла трава. Я не знаю, я его не разбирал, не видел, но есть версия такая, что именно рационально было бы использовать пучки травы, ну, накладывать и пришивать их, ну, то есть как-то крепить их внутри, а сверху ложить слой кожи. Сверху и изнутри было два слоя кожи, то есть снаружи и изнутри, вот. И еще такой один маленький нюанс, если кто хочет вообще к реконструкции приблизиться конкретно, значит, они немножко были линзовидные. То есть не прямой, как у меня полностью, да, от 0,6, там 0,8 толщина доски была, там, до сантиметра, до полу, до 1,2 доходило максимально, по-моему, 1,2 найдено. Вот, а вот от центра, в центре потолще, а вот сюда вот, на крае кромки, он был такой линзовидный немножечко, вот, толщина его уменьшалась. Ну, то есть как бы его здесь вот полегонечку убирать, наверное, счищали, вот. Ну, я не приближаюсь прям супер-мега к 100% реконструкции, потому что это практически сделать невозможно, ибо это нужно, я не знаю, тогда восстанавливать действительно по всем источникам. Я претендую просто вот сделать в музее, показать, что вот в такой именно контексте, в такой конструкции был сделан щит, и чтобы создавало красоту и как материальная база для будущих наших гостей-посетителей. Ну, в принципе, и что. Буду дальше делать. Я такой маленький ликбез. Так, ну что ж, взяли водичку, обычная вода в ведре, горячая, налил я. Значит, и замачивать сейчас, замачивать вот такую вот вещь, ну, кожа, толстая кожа, от прошлого щита осталась, от какого-то я уже сейчас точно не помню. Будем сейчас все это дело размачивать, для того, чтобы она ослабла, потому что она коленая, если так присмотреться, она даже вот хрустит. Не буду я подвергать ее воздействию силовому, так как она может лопнуть. А сейчас ее замочим. Она наберет у нас влаги и будет эластичная. И когда она станет эластичной, мы ее будем уже применять на сам щит. Вот, пусть отмокает. Пока все у нас замачивается, выстаивается, делается, я решил покрасить щит в черный цвет. Так как согласно находкам, черный, синий, красный и желтый цвета были. И я решил все равно делать рисунок красивый, буду красить в черный цвет, для того, чтобы все это схватилось лучше, скрепилось, пропиталось более лучше. Будем, значит, сейчас это все фиксировать. Я его покрасил, сейчас вот так вот сделаю. Я его покрасил. Покрасил для чего? Так как это лен, вот. Ну, чтобы вот эта вот часть, она, в принципе, клеенная, ну, я так скажу, чтобы она, вот эти вот кайма, вот эта, вот эта кайма не поднималась, не топорчилась, я ее прокрасил, чтобы она стала колом. Вот она вот так зафиксировалась, вот такая вот улыбка получилась, не хватило у меня еще черной краски, но я купил уже все, потом буду докрашивать, когда рисунок наносить. Сейчас основное что? Мне край, край по всему краю нужно что сделать? Взять кожу и наложить, зафиксировать. Значит, вот она у меня отмокла, она полежала, там минут 15-20 и вполне, в принципе, уже вот такая. Как сказать лучше-то? Опа. Сейчас так отожмем. Значит, я читал, значит, по поводу щитов. Фиксировался обод по краю, железный, стальной. Я, может быть, в дальнейшем и у меня, как говорится, силы найдутся. Я все-таки сделаю, наверное, настоящий тип щит викингов. Это линзовидный, как он должен быть. Но смысл какой? Сейчас я возвращаюсь к этому. Сейчас буду по краю крепить вот таким вот образом. Сейчас покажу. Вот таким образом кожу положить, пока она сырая, и фиксировать ее. Начинать можно, в принципе, с фиксации гвозиком прибить ее, ну, то есть, с краешку прибить гвозиком, так вот аккуратненько. Вот, и уже потом ее полегоньку по щиту вот так вот загибать. Если у кого есть строительный фен, вы можете ее подсушить. То есть, ну, примерно вот сейчас вот таким вот макаром я ее зафиксирую, также на гвоздик зафиксирую. Вот, и буду уже полегонечку объебать, объинать. Можете взять планочки на обычной дощечке, вот так вот положить ее, и этими планками прижать, и струбцинами. И дать ей высохнуть. Если есть строительный фен, можете подсушить его и загибать, и подсушивать вот так вот. По чуть-чуть, чтобы он полностью облег. Ну, возвращаясь к щитам, типа, это вот у нас, как сказать, реконструкция, так ее назовем, по факту. Настоящие щиты были, я читал, в основном приклепаны на заклепки. То есть, я как уже раньше оговорился, ручка приклепывалась к доскам, и еще ручку дополнительно украшалась. И здесь вот по контуру тоже все это накладывался обод железный, не знаю, тонкий, там, сколько миллиметров, или там, два, двойка там. Но дело не в этом. И все так же приклепывалось. Все это обтягивалось кожей и фиксировалось. Ну, мы сейчас будем заниматься тем, что именно будем фиксировать кожу по контуру, значит, и прошивать это восьмеркой, делать отверстия в каждом месте, нам удобно, вот так вот. И прошивать, соединять, то есть, соединять доски, скреплять шнурков восьмеркой, волной. Хочу что сказать, значит, по поводу именно кто будет делать боевые щиты, это в основном видео для новичков, кто-то пробует себя в этом деле. Опытные уже все знают, им даже нечего не объяснять, не показывать. Вот. Я по факту хочу сказать, что для новичков, если вы будете делать боевой щит, боевой щит, лучше брать шнурки не вот такие длинные, не длинные, почему, объясню. А брать короткие шнурки, короткими шнурками. Что происходит? Когда вы длинным шнуром шнурите его, то есть, проходите по краю, да, он смотрится эстетично, красиво, все, но факт бывает такие, часто встречающиеся, когда идет сражение, бой, перерубают эти шнурки, и потом приходится либо подвязывать, вот здесь вот как-то выходить из положения, тут часть начинает болтаться, шнурков отрубленных вот так вот. Лучше всего делать, ну вот, 3-4 доски соединять одним шнурком, потом другим шнурком. Во-первых, в дальнейшем потом будет вам легче его расплести и отремонтировать, и, как говорится, заменить на новый, уже более свежий шнурок. Я говорю, еще раз объясню, что то, что именно длинный шнурок, он как бы только красив, если его повесить на стену. Вот, вот, сделали, повесили, как красивый, антуражный, аутентичный щит, да. Он можно одним шнурком сделать. А в бою для боевого щита лучше сделать коротенький. Так что, учтите это, это, как бы, для вас такой маленький лайфхак. Ну, в принципе, что, сейчас начну фиксировать это все и покажу уже, что получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так вот, как червячная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так скажу, вот наметил, сейчас я просверлил два отверстия Для чего? Сейчас буду ставить сюда умбончик Так, берем умбон и устанавливаем Значит, его просто сейчас зафиксирую обычным болтом, гайкой Для того, чтобы... Так что, сейчас надо сначала вымереть все еще раз Чтобы все точно совпадало В плане чего точно совпадало? Отверстия Потому что просверлено только два Следом пойдут еще два И для этого все совпадает Желательно, чтобы не испортить щит Лучше наметить, как говорится Вот так сейчас фиксанем И начнем заклепывать Приклепывать все это дело Так Берем заклепку Заклепочку Вставляем Так Заклепка пошла Опа До конца она не вышла Чуть-чуть подобьем сейчас Так, все вылезло Заклепка Так Все, заклепка вышла Заклепка вышла Берем шайбу Перчатки работать неудобно Лично мне сейчас на данный момент Берем шайбочку Опа Молоточек И Начинаем клепать Все Зафиксировали ее с этой стороны И с этой стороны Убираем болт Ставим вторую Заклепку Также ее фиксируем Потом сверлим Уже с этой стороны Отверстия Под них Где И загоняем все оставшиеся Четыре заклепки Ну что, показывать смысл я не вижу этого Я думаю Вы сами Примерно понимаете Что надо делать Покажу, что у меня получится Я, короче, заклепал Вот Четыре поставил Клепочки Можно и больше сделать Это все В зависимости от Желания, как говорится Человека Было и больше И шесть Было и восемь Встречалось Ну, на четырех Я поставил Шайбочка И да, и сама клепка Вот Ну, как клепки Показываю Делать я Не думаю Не надо Вот так это все выглядит Сейчас все это докрашу Нанесу рисунок Ну и в принципе Вот он щит Так вот Он боевой В принципе он готов 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 к битве Так скажем Вот Сейчас Надо привести его в порядок Вот Ну а если в дальнейшем Как у многих ломается Наращиваются планки Дополнительно усиливающие доски Ну а так В целом Вот такой вот Щит получился Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Не хватает что здесь Не хватает Ну если вы заметите Там будете читать Ручка обтягивалась кожей Ну для удобства наверное Так у держания Я понимаю Вот И не хватает Как они Колец для удержания ремня Чтобы носить его через плечо Ну вот Так в целом Щит получился Вот такой конструкции Можно идти воевать Но я его повешу в музеи Там где Мы организовываем организовываем все эти мероприятия, так что, что хочу сказать, вот такая вот конструкция. Ладно, всем спасибо, и пока что смотрите меня, в следующем выпуске покажем еще что-нибудь интересное.